Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Вот сегодня я продолжаю делать свои массовые посевы. И я решила поделиться своим опытом с теми, кто может быть тоже хочет посеять много-много-много рассады. Я сейчас расскажу, как можно в одиночку посеять несколько тысяч семян за короткий-короткий период. Потому что сейчас конец февраля, именно тот период, когда я должна посеять все свои перцы, которые мне заказали на рассаду. И я делаю это очень-очень быстро. Вот смотрите, 22 февраля у меня был лоток номер 23, сегодня я сею лоток номер 44. Это значит, я посеяла более 20 лотков с перцем за эти несколько дней. В каждом лотке у меня по 200-250 семян. Вот считайте, 5000 семян в одиночку. Я посеяла за эти дни. Как вам сказать-то, что... Вот я, например, работаю всегда одна. И я добивалась вот этих таких быстрых результатов долгие-долгие годы, но несколько лет у меня не получалось. Я сначала как делала? Возьму лоточек, насыплю туда землю, вот сделаю бороздки, разложу семена, унесу его туда, где у меня земля, засыплю грунтом, постелю пленочку, унесу его. Потом опять прихожу, сажусь за стол. И вот эта вот беготня... Вы понимаете, что работать с грунтом, это надо каждый раз одевать перчатки, снимать перчатки. Работа с семенами, это очень чистая работа. Нужно тщательно мыть руки потом. И все это отвлекает, ну как сказать, много времени уходит в пустую. И вот через несколько лет, я и так, и так пробовала, через несколько лет я отработала механизм посева с минимальными затратами времени. И теперь у меня все получается. 10-20 тысяч семян я высеваю за одну неделю в одиночку. Причем, никто мне лотки не подносит, не относит. Если в прошлом году у меня муж работал по сменам, он помогал хотя бы унести, поставить на стеллаж. В этом году он работает ежедневно, мне ждать его некогда. Я сама лоток приношу на стол, вот на посевочный. Потом сама уношу, ставлю на стеллаж, потом закрываю землей. Я расскажу. Главное организовать, вот это именно организация труда. Я теперь делаю так. Я не закрываю семена землей в день посева. Ведь у нас самое главное, что? Чтобы семечко попало во влажный грунт. Я вот сейчас покажу. Для нее самое важное. Вот я беру семечко, например, и в мокрый-мокрый лоток. Но я сейчас все сначала расскажу. Просто я покажу принцип работы вот этого моего метода. Я его когда уложила, заглубляю туда, вот так спичкой. Все. Оно попало у меня во влажный грунт, тепло, сыро. У него начинается процесс. Два или три дня, ему не важно, закроете вы его землей, грунтом. Не закроете это семя. Процесс уже пошел. Вот эта влага, которую я наливаю в бороздки, я укладываю прямо в мокрые-мокрые, только что смоченные бороздки. Тут у него начнется и набухание, и наклевывание. А так как семена перца, например, очень туго всхожие, три или четыре дня вы можете вообще не возвращаться к этому лотку. Ему все равно, засыпите вы его сверху грунтом или не засыпите. У него уже началась своя жизнь. Он пробуждается, сейчас он впитает в себя вот этот питательный раствор, которым я проливаю бороздки. Там начнется процесс. Через два или через три дня его можно закрыть, грунтом насыпать, закрыть пленкой. Вот эти семена, вот эти лотки я посеяла вчера. Вот этот лоток, вот дальше, вот идет лоток, вот идет лоток. Вы видите, что все они семена вроде как голенькие, но они уже мокрые, они там набухают, наклевываются. Вот за день есть и семь, восемь, даже девять лотков я вчера посеяла. Я устала, у меня уже нет сил накрывать, я их оставляю. Я могу их даже сегодня еще грунтом не накрыть, потом накрою все, потому что мне нужно, чтобы у всех у них был один срок посева. Вы видели, кто в прошлом году смотрел, у меня, например, в теплице 3000 рассада высажена, вся одинаковая, как море, у всех один срок посева. В тоннелях выращиваю. Если я грядки усаживаю, я всегда говорила и показывала, что они должны быть все одинакового размера, у них должен быть один срок посева. Поэтому для меня, когда я делаю массовые посевы, самое важное, посеять семечко в одинаковые сроки. Все семена, которые будут расти в этом тоннеле или в теплице, у всех должен быть один срок посева. Поэтому я тороплюсь. Главное положить семя во влажную землю. Все. Я вот один лоток сделаю, второй, третий. И потом унесу их туда, где у меня земля. У меня вот там угол есть отдельный, там мешок с землей, ванночка. Я там грунт приготовлю, одену перчатки и я засыплю их все разом. Это будет очень быстро. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Все накрою пленкой. Даже если я их не поставлю этот день на место, куда-то там на стеллаж или куда. Они и там постоят. Мне главное, чтобы процесс уже пошел. И мне вот интересно, я когда показывала вот эти тоннели, я рассказывала и весной в прошлом году, и нынче, что вот на этой грядке у меня полторы тысячи семян, на другой грядке полторы тысячи, вернее, корней рассады. Там три, тут три тысячи. И люди почему-то, многие спрашивали, а зачем вам так много рассады? Ну, хотя ответ очевиден сам собой. Я не скрываю, что я на продажу, на заказ выращиваю. И никто ни разу почему-то не спросил, а как можно в одиночку посеять в один срок столько много рассады? Вот я вам сейчас рассказываю, потому что многим, может быть, это пригодится. Как всегда, конечно, найдутся люди, которые скажут, вот зачем так подробно, такие мелочи ваши, вот эти бытовые проблемы, успеваете, вы не успеваете. Ну, даже если 10 или 20 человек вот посмотрит это видео и решит, что да, я тоже могу это сделать, я тоже буду так заниматься, я буду очень рада, потому что очень много людей, которые после выхода на пенсию, после каких-то сокращений на работе, имеют огромное количество свободного времени и не знают, куда себя применить, как немного помочь своей семье. И многие забывают, что вот наш участок, пусть даже самый маленький, 6 соток, называется подсобное хозяйство, оно может вам помочь. Попробуйте, может быть, да, это, конечно, временный какой-то заработок, выращивание рассады, но всё равно на эти деньги вы сможете купить какие-то новые там шланги, удобрения, тот же перегной для огорода, потому что я понимаю, что всё это дорого, хочется иногда и подкормить, и чернозём купить, и какие-то удобрения, обработка, всё это требует денег. Я считаю, огород должен кормить себя сам. Вот вырастите эту рассаду, на эти деньги купите этому же огороду, этой же земле какие-то подкормки. Так, чтобы подытошить, я сейчас скажу, для того, чтобы посеять много-много семян, несколько тысяч в короткий период, я просто разделила все операции. Работа с грунтом отдельно, работа именно посев отдельно, я заготавливаю заранее несколько лотков. Например, мне нужно сегодня посеять две тысячи. Вчера я наложила всю эту землю по лоткам, разложила, разровняла. Сегодня мне остаётся только сделать бороздки. Вот кто видел мои посевы, они, наверное, заметили, что я делаю это уже на автомате, я ничего не вымеряю, у меня и так всё получается ровненько. Вот так, на одинаковом расстоянии. Потом я проливаю водой. Один раз я просто смачиваю первый раз, ну, чтобы зафиксировать вот эту бороздку, где она именно, чтобы не видно было. А второй раз я мочу именно тогда, вот мочу две полоски, не больше, именно тогда, когда собираюсь положить сюда семя, чтобы семечко у меня было уложено во влажный грунт. И главное, заглубить его, ну, ненамного. Видите, спичка насколько мокрая? Немножко, 0,5 сантиметра. Заглубляю. Посеять очень быстро. Процесс это очень быстрый, особенно семена перца, они крупные, хорошие. Всё это я уже показывала. Всё. Когда я вот этот рядок сделаю, сверху я ещё раз вот так промачиваю, чтобы начался процесс набухания и прорастания семян. Всё. Сегодня я ничего уже делать не буду. Я сегодня, вот вчера сеяла, сегодня, а закрывать вот эти все лоточки грунтом я буду завтра. Если вы хорошо вот так польёте, видите, они даже уже сами закрылись. Потом сверху я просто чуть-чуть, ну, когда завтра или когда буду, вот так чуть-чуть, так припорошу их, всё, и закрываю плёнкой. Таким образом, вот при таком разделении процедур, что земля отдельно, семена отдельно, вы можете за день посеять несколько тысяч семян. Они у вас будут одного срока посева. Вы их потом высадите также в день или в два, хоть в тоннели, хоть в теплицу. Ну, этот способ нужен только тому, кто захочет заниматься массовым выращиванием. Тысячами. Для домашнего, для себя, когда садите 20 или 40 семян, это не нужно. Сразу посеете, присыпете. Это я говорю для тех, кто может быть, будет использовать свой участок как действительно подсобное хозяйство, чтобы помочь себе в трудный период, например, после сокращения, после выхода на пенсию, занимайтесь землёй. Занятие с землёй самое богоугодное дело. Не очень благодарное, правда. Иногда бывает, весь год занимаешься, потом град или буря всё побьёт, но очень... Короче, занимайтесь. Очень приятно заниматься с землёй. До свидания.